Привет, друзья! Доброго времени суток! В эфире наша ламповая программа Лэмп Гэнг. Смотрите, ребята, снова мы собрались с Владом. Сегодня у нас плановый выпуск, я как и обещал. Мы поговорим о белорусской сцене. То есть сегодня никаких анбоксингов, никаких пластинок. Только вот видите, наш тут товарищ магнитофон нам немного помогает. Крутит свои ленты. И как Дима говорил, мне нравится, как играет магнитофон. В этих крутящихся бобинах есть символизм, ну типа круговорота жизни. Круговорот времени. Да, да. И потом, знаешь, пленка заканчивается, и ты ее переставляешь. И все заново. И, короче, заново. Может быть, знаете, ребята, мы так вообще и существуем. Как была определенная такая гипотеза, и в фильме, когда Ницше плакал, это было. И потом я сам о таком подумал, что, знаешь, вот, Влад, смотри, а что, если вот мы вот живем, да, жизнь проживаем? И потом, ну, когда придет конец, все начнется заново, в том же порядке, и это будет продолжаться, то есть бесчисленное количество раз. Вот эта жизнь будет проживаться. Как у тебя такой вариант? Как своеобразный день с рука, получается, да? Типа того, но где ты ничего не помнишь, то есть все равно, вот, что мы сейчас сидим, вот, точно так же мы будем сидеть бесчисленное количество раз и все то же самое говорить. Ну, что ж, я могу сказать, может, это, знаешь, какая-то из интерпретации даже ада, потому что оно все равно наскучит. Ну, какая-то самсара такая, знаешь, но зато, знаешь, вот такое понимание вообще жизни и происходящего неплохо мотивирует вот то, что ты хочешь всегда делать, то есть как надо все проживать, чтобы и следующая жизнь твоя такая вот была, ну, с вот этими и пережитыми, разумеется, какими-то страданиями, да, и с пережитыми приятными моментами. Мне надо стремиться, чтобы было больше приятных моментов, чтобы не стыдно было, господи, эту жизнь переживать десятки тысяч раз. Ну, да, я полностью согласен. Это, ну, мотивирует так. Мотивирует, да. Да, это мотивирует нас, Влад, сегодня тоже с тобой работать в хорошем настроении, а после сделанного дела налить пиво, включить пластинку морфин и нормально отдохнуть, как ты считаешь? Я считаю, это самый лучший вариант. Да, да. Вообще с концертными площадками, с организацией, обо всем этом мы сегодня поговорим, просто свои более-менее взвешенные мнения выдвинем, так? Да, на какую-то экспертность мы председавать уж точно не будем, да. Совершенно верно. Это не журналистская работа, поэтому. У нас такое, да, авторское шоу, и мы тут можем вообще что угодно говорить, но все-таки мы немножко опытные люди, правильно? В этой сфере я считаю, что уже более-менее, да. Да, что-то сказать можем, поэтому, ребята, наслаждайтесь. Но прежде, как обычно, спасибо вам большое, что смотрите, передаю всем привет, не буду снова перечислять, короче, всем своим ребятам, всем, кто смотрит, ребятам, девчатам, большой вам привет, короче, всех мы вас обняли и поцеловали. В общем, смотрите и наслаждайтесь. Присоединяюсь к сказанным, соответственно. Ну что, Влад, скажи мне вот, пожалуйста, ты ходишь вообще сейчас на концерты какие-нибудь, которые у нас, тут какие-то сейшены проходят, вроде ходишь? Честно говоря, да. Хожу, отчасти из своего интереса, отчасти из профессионального интереса, вот. Ну и в целом, да, поддержать, чем можешь, знаешь, то, что там поснимать, да. Вот, поэтому, да, я могу сказать, что довольно так активно в прошлый месяц ходил, вот. Да и в целом интересно глянуть, что у нас привозят, знаешь, не только местных каких-то, но и, соответственно, каких-то минчан привозили, я помню. Вот, ну, пока только видел группу из Минска. Ну, расскажи, пожалуйста, про, вкратце, эти группы, ну, как тебе нравится, это не нравится, либо ты просто пришел поддержать, либо насладиться в том числе. Ну, расскажи пару слов, вот, что тебе из последнего, вот, куда ты ходил, вот, с Полиной, где был концерт, как-то группа «Сны» маленькой Иды, или как она называется, когда ты там снимал, ходил? Нет, это, получается, «Цветы» маленькой Иды, у них группа, в которой Полин играет, вот, да, тогда я, в принципе, попал только на их выступление, могу сказать, вот, помимо них там играли минчане, вот, ну, я по личным соображениям только ходил на одни, на один концерт, только успел на него. А минчане были хедлайнеры, или? Как я понимаю, да, да, там была группа, я точно помню, была «Фиштэнк», какая-то минская группа. Не слышал даже. По-моему, они даже, знаешь, когда я ездил в Минск, 7 января, они, по-моему, тоже выступали, насколько я помню. У себя там? Да, у себя там, в Минске, получается, и была еще какая-то группа минская, но вот я название, к сожалению, не помню. Ну, и как вот в целом, как вообще организовано, как звук, какие так вот впечатления после похода на концерт белорусских исполнителей, вот, на белорусский сэшн? То есть, ну, ты какую-то выносишь вообще энергетику, ну, как тебе? Да, конечно, энергетику, знаешь, выносишь, но, опять же, стоит начать со следующего, что это все субъективщина, то есть, у каждого какие-то свои предпочтения, то в музыке, в организации, по звуку, опять же, тоже. Ты в целом по атмосфере, да, у каждого, то есть, свое будет видение и свое восприятие. Ну, я могу судить по себе, опять же, да, что, например, то выступление мне, конечно, понравилось, вот, соответственно, группа «Цветы Минск» Маленькая действительно хорошо сыграли, ну, как по мне, опять же, да, вот, по организации я могу сказать, что все было тоже хорошо, в принципе, без эксцессов, вот. А скажи, пожалуйста, цены тебя устраивают? Сколько стоил билет на концерт? Ну, может быть, ты прошел по дружбе, неважно, но сколько стоит для обычного смертного билетик на такой вот концерт? Нет, к сожалению, по дружбе я не прошел. Вот, и нет, мне, в принципе, знаешь, было не жалко поддержать людей рублем, так сказать. Ну, сколько, сколько билет? Я считаю, что 15 рублей за три группы – это хорошо. Это хорошо, да, 15-ка за три группы. Единственный вопрос, делится ли эта сумма равномерно между проектами или нет? Ну, это другой вопрос. Это другой вопрос, да, потому что если не равномерно, ну, это позор, я считаю. Ну, понимаешь, меньшане могут запросить больше, им надо за проезд дать, плюс на карман что-то, как бы… Ну, это их проблема. Ну, знаешь, это не как вот… Помнишь, в короткометражке «Пацаны везут морфин», там вроде морфин вообще сказали платить, но только проезд. Ну, вот такие были условия. Я этому верю, ну, потому что, ну, мы говорили, Марк Сэдман, да, и… Простой человек. Да, у них, как бы, и так там копейка есть, хоть по документалке про его жизнь там было сказано, что это довольно расчетливый человек, ну, он из такой семьи. Но съездить в Москву… Ну, в Брянск. В Брянск, да. Это просто москвичи уже там снимали. Это вроде московский режиссер, он в Москву уехал, да. Съездить в Брянск куда-то, выступить, ну, тебе, конечно, организуют там и отель. Ну, это не за свои деньги, они же там отель искали. Ну, все вот так вот сделать, но на карман толком не положить. Мы, когда раньше тоже немножко гастролировали, ну, а рейф или ной рейф ездили, нам, в принципе, было достаточно, чтобы нам оплатили проезд. Да, проезд основной, я считаю. Да, а остальное, ну, ты же, в общем-то, если ты молодой артист, с какими-то, ну, такими амбициями, с какими-то фантазиями, такими, тебе главное просто… Засветиться. Трагануть, да. Это моя коронная, да, я люблю эту фразу. Коронная фраза, да. Ну, только Боно, вот он, как мы говорили, торгует, как бы, уже он задолбал этим, понимаешь, ну, человек всемирно известный, ему все равно надо это самое показать, да. Не то, что мы какие-то, знаешь, парни там с экран, да, ну, нам это, ну, надо, ну, это разница большая, конечно же. Да, да, есть такое дело. Вопрос, ты говоришь, да, как делятся эти деньги? Скажи мне, вот, еще что, ты иногда сейчас тоже ездишь, вот ты поедешь в Лиду, да, на выходные? Да. Как вот в твоем случае оговариваются гонорары? Как ты лично, тебе лично ставят такой вопрос или ты его ставишь, то есть, ну, сколько мне заплатят или они предлагают, там, сколько тебе заплатить, как это делается? Ну, знаю, там, ты друзья, там, твоя группа тоже есть. Да, мы, собственно, договорились, ну, то есть, меня Влад и сны синие собаки, вот, хорошая группа, собственно, он меня пригласил с ним съездить в Лиду. Да. Собственно, я согласился по поводу гонораров, по поводу Лиды я, на самом деле, не знаю, потому что он решил все эти вопросы, вот, но единственное, что мы обговорили, что он сказал, что билеты точно заплатят. Ага. Вот. Обычно, как оно тебе происходит? Ну, слушай, по-разному, обычно просто делают платный вход и говорят, ну, будь как будет. Бывает такое, что даже, знаешь, тебе пообещают, что дорогу точно оплатят, а по итогу не оплатят. То есть, ты придешь за деньгами, скажешь, ну, собственно, вот столько дорог, а тебе скажут, ну, слушай, ты же видел, типа, что все плохо, денег нет, соответственно. Ну, у тебя такое было? Да, было. Было два раза. Один раз у нас, один раз, собственно, в Минске. Именно произносить не будем. Не будем, да, но ты мне скажи, как ты считаешь, это тенденция или это какие-то половые трудности арт-директора? Второе, я считаю. Вот. Мне кажется, что, возможно, есть, знаешь, какие-то трудности организационные, но видишь, тебе виднее, потому что, как бы, ты был организатором, и ты знаешь всю эту кухню изнутри. Я могу знать только ее со стороны, соответственно, артиста, вот, а со стороны организатора, как бы, я никогда в этом не участвовал, вот, поэтому тоже допускаю, что все может быть. Вот. Но по субъективным ощущениям я и выбрал второе. Ну, понимаешь, мы, когда ездили, тоже с разным сталкивались, вот, была у нас неприятная ситуация уже в закрытом граффити-клубе Баря. Мне тогда написал девушка-арт-директор, что, ну, мы хотим, чтобы вы, как, ну, диджейская команда по Вичхаусу, Noir Rave, Noir Rave, у нас выступили, просто мы до этого в ноябре, в конце ноября, ну, это очень давно было, мы приезжали на саппорт к Никите, к Скейну, к Никите Васильеву, который, я говорил, всемирно известный, ну, наш белорус Гомеля, электронный продюсер, он был как типа хедлайнер, мы перед ним выступили. Ну, на нас тогда посмотрели и пригласили нас еще отдельно. И как получилось? Мы приезжаем, ну, у нас были вот оговорены все моменты с арт-директором, мы приезжаем туда, к нам подходит совсем другая вообще женщина, говорит, ну, да, вот у вас запланировано вступление, да, вот площадка. Мы говорим, а где? А она уже не работает. То есть договаривалась с нами одна арт-директор, тут другая, и, соответственно, у другой, она говорит, это то, что она вам сказала, это ее проблемы. Ну, ладно, нам на проезд хоть дали, но то, что оговаривалось изначально, этого мы не получили. Ну, в общем-то, не за деньгами мы ездили, там не такие вообще сейчас артисты и деньги получают, к сожалению, но это отдельная тема для разговора, и, в принципе, можно об этом немножко сейчас поговорить о гонорарах конкретно. Ты сказал, вот, 15 рублей в ход за три группы – это нормальная цена, адекватная. Я тоже так считаю. Ну, это, знаешь, сколько, да, говори. Я могу добавить, что, опять же, с оговоркой на то, что начинающим группам, знаешь, потому что если ты уже именитая какая-то звезда, то есть именитая группа, соответственно, у тебя и не будет такой натомности выступать в таких местах. То есть мне кажется, что тебя, например, позовут в тот же в зап выступить, да, ну, а ты подумаешь, что оно тебе надо. Ну, да. Что можешь ты выбрать и покруче площадку, вот. Поэтому в тех условиях, когда ты только начинаешь развиваться, когда у тебя только первые, так сказать, шаги происходят, естественно, это хороший задел. Ну, да. То есть и выступить, и показаться, и, может, еще и денег каких-то дадут за это, ну, вот так. Ну, какую-то копейку. Да. Просто, знаешь, сам факт того, что тебе заплатили за то, что ты выступил, это неважно даже сколько, ты понимаешь, что ты отработал. Ну, то есть ты не просто, ну, ты, конечно, кайф получаешь, ты кайфанул, но выступил, если нормальное место, приятная публика, которая тебя хорошо встречает. Ты мог бы и бесплатно это сделать, ну, ладно, там за проезд тебе заплатят, хорошо. Но когда у тебя еще какое-то, ну, надбавочка, ну, где-то на хлеб хотя бы там с масльцем или просто на хлеб, ты уже, ну, у меня, по крайней мере, как это работает, ты уже понимаешь, что раз ты заработал, то ты становишься в этом где-то профессионалом. То есть это твоя работа. Конечно. Да, это приятно. Я могу сказать, что, в принципе, знаешь, материальная база, то есть я считаю глупо считать вот эту фразу, когда говорят, что художник должен быть голодным. Я считаю это глупая фраза, потому что голодный художник, он будет думать недалеко, ну, совсем не о творчестве. Потому что в голове у тебя будут крутиться мысли просто как бы выжить, вот. А не о том, как бы там новую песню какую-то написать, знаешь, или какой-то текст, вот. Потому что, собственно, ты будешь, знаешь, в погоне за собственным обогащением, вот, и, соответственно, забудешь о всем творчестве, в принципе. Кстати, это частая проблема у многих музыкантов. То есть есть очень много действительно талантливых людей, но я очень наслышан о таких историях, когда люди просто бросают творчество, потому что оно их ни к чему не приводит. То есть нет ни славы, нет никакого-то заработка. Творчество, сам знаешь, что это очень дорогое удовольствие. Да. Вот, и, соответственно, люди полностью в этом разочаровываются и прекращают. Ну, знаешь, вообще вот такой момент, на котором можно остановиться и долго, да, про это поговорить. Я просто скажу, что очень это зависит еще от человека конкретно. Просто кто, вот, из-за того, что ему, допустим, он не может себе заработать на новый айфон, ну, на этом, в смысле, на музыке, не может там купить себе там какую-то модную там куртку или что-то. И он, ну, из-за этого меняет сферу деятельности. То есть, допустим, вот смотри, вот даже так. Какой-нибудь минский рэпер, а ты знаешь, тип этих людей, в общем-то, это тряпки, это всякие бренды, вся эта хуета, извините за выражение. Он потом, бывает такое, и часто это, ну, и Минск, и Москва. Он потом из этого уходит, а создает какой-то бизнес, чтобы там зарабатывать больше, чем он на лейбле зарабатывал, чтобы купить себе там крутую тачку. Я скажу так, и правильно он сделал. Таким в музыке и в творчестве не место, которые вот на тряпке, на вот эту хуйню, вот эту вот всю, понимаешь, ведутся. Но есть люди, которые голодные будут что-то делать, несмотря ни на что. Потому что это их предназначение, это их судьба. Они по-другому просто не могут. Они живут творчеством. Но бывает еще такой усредненный, конечно, класс. И знаешь, где-то я себя могу в него тоже внести, что, как это сказать, в общем, хочется и творить, но и что-то иметь, да? И как-то ты в какую-то среднюю пытаешься влиться в струю, чтобы что-то делать, но ты до конца себе не можешь этому посвятить, потому что у тебя работа еще есть, которая тебе дает зону комфорта твою. Ну и точно так же ты не можешь полностью отдаться этой работе, где-то работаешь, и там какие-то свои придумывать схемы, свой какой-то бизнес, потому что у тебя есть еще и творчество. Но я вообще с тобой на 88% соглашусь, что не совсем это верный афоризм, что художник должен быть голодным. А как тогда твоя мысль? Как ты сказал? Я бы, знаешь, раскрыл бы голодным-то творчество тогда уже, а не до денег. Ну да, 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 да. Это да. А просто голодный художник, ну, поверьте мне, он любой бросит, потому что надо существовать просто. Во-вторых, это еще личный фактор играет. То есть, наверное, многие меня поймут, кто занимался творчеством, да, музыкой, в принципе, что это постоянное непонимание со стороны всех, как личных каких-то, да, даже друзей, да, то есть даже друзья к тебе могут подойти и сказать, слушай, ну, какой-то ты чушью занимаешься, там, столько бабок вкладываешь, там, в какие-то вещи, которые, по сути, тебе и денег-то не приносят, вот. То же самое с семьей. Семья — это вообще очень важно, потому что, естественно, к тебе мать подойдет, скажет, что у нас такого не было, у нас не было людей, которые на музыке, в принципе, зарабатывали. Как мать Марку Сэдману тоже. Мы все про Марку Сэдману. Ты помнишь, да? Да, да. Тоже. Она сказала, мы хотели стабильности, он занимался, это тоже, да, проблема с семьей. Либо могу привести личный пример. У меня, например, мать подходила, что были такие рассуждения, мол, зачем тебе эта музыка, в принципе, надо. Они же все страдают вечно, что у них, знаешь, это вечный поиск, что очень многие из них вообще спиваются или снюхиваются, ну и так далее. То есть тоже такой есть момент. То есть это постоянное недопонимание, оно тебе все равно, знаешь, ты хочешь, не хочешь, а ты это слышишь. В какой-то момент ты начнешь это и воспринимать. Воспринимать именно в том плане, что это придет с годами. То есть никто не становится там за два года успешным. Ну, есть, конечно, какие-нибудь исключения, возможно, да. Но творчество это очень такой тернистый, долгий путь, который, в принципе, и не ведом никому, как он именно будет, что правильно делать, как правильно поступить. Это такой путь, где нету света. Нет, все-таки там какая-то точка света есть. Ну, точка света, я бы тебе так сказал, что тебе. И чтобы к этому прийти, это надо еще осознать, что именно вот ты сам несешь эту точку света. Ну, ты и сам есть свет. Да? Ну, на самом деле, так и есть, согласись. Да. Вот, знаешь, я, наверное, тоже никогда у меня... Ой, знаете, вот я просто сейчас по-быстрому скажу, просто как у меня это. У меня никогда вообще не было никакой цели в жизни. Я вообще никаких никогда не ставлю целей. Я живу не по течению, я живу под настроением. Но у меня все равно какая-то стабильность есть, потому что есть зона комфорта, там прочее. Я всю жизнь нахожусь в каком-то творчестве, разное делал. И я действительно это творчество вижу, ну, цель не как какую-то точку, да, света, которую ты типа идешь, ну, как цель. Как многие музыканты так и делают. Они это видят впереди. И типа пытаются идти к этому, чтобы заработать много денег, чтобы тебя любили девочки, чтобы ты мог себе позволить там тачку и прочее. А есть люди, и вот как ты это сказал, я теперь даже об этом задумаюсь. Ты в их числе, и я такой же, который сам, ну, у тебя внутри вот эта точка, и ты несешь свет. Как можешь, как можешь это делаешь. Он может быть иногда тусклый, он может быть иногда яркий, но ты сам есть это творчество. Вот. Просто надо, знаешь, вот это вот стекло, этой лампочки, вот этого света прочищать, чтобы он еще ярче. Ну, как-то вот так. Это я метафорично говорю. Вот. И мы, наверное, в какую-то сейчас, да, ушли в фантазию, но я думаю, это интересно, да, вот так уже это обсудить. И я тебе, Влад, говорю, ты так вот сказал, и мне теперь тоже есть о чем задуматься, на самом деле. И я думаю, друзья, тоже и вам, вот вы нас послушали, вот такие, как мы метафоры тут выдвинули про творчество. Не подумайте, что тут какие-то эгоисты собрались. Нет, это не так должно звучать, я думаю. Это наоборот. Мне кажется, эгоизм, это наоборот, когда ты идешь впереди вот эту точку, идешь по ней, там, грубо говоря, по головам можешь даже пройтись, и тебе будет плевать, лишь бы достичь этого света. А здесь наоборот, здесь, знаешь, вот про саморазрушение, скорее всего, потому что пока ты к этому дойдешь, во-первых, у тебя будут именно ментальные, постоянные, постоянные какие-то вопросы, на которые зачастую ты даже не сможешь дать ответа самому себе. Во-вторых, это постоянное переживание о том, что, опять же, ты какой-то, может, и чушью занимаешься, и зачем оно вообще, тебе все это надо. В-третьих, это сложно, то есть что-то придумать, покреативить, как сегодня говорят. Это время. Это время, это всегда очень непредсказуемая вещь, то есть дисциплина в данной ситуации, она важна, конечно, но она не всегда помогает. Плюс, вот, время потом, надо постоянно учиться, надо прогрессировать. Это труд, все это творчество. Я тебе, Влад, вот что посоветую и пожелаю, больше будь уверен в себе. Я думаю, это может быть немножко и с годами придет. Если ты не остановишься, ты не должен останавливаться. Вот в музыке, вот в том, даже чем мы сейчас занимаемся, вот мы говорим про музыку, это тоже своего рода, ну, наше шоу, это какое-то творчество словесное. Развивай вот эту уверенность в себе и старайся себя окружать людьми, которые тебя будут поддерживать. Это очень важно. А вот кто там что-то шутит, вот это, либо ты их просто не слушай, вы такие темы не поднимаете просто. Вот. Либо надо как-то этим людям тоже сказать, слушай, свое мнение засусь в жопу, понимаешь, или оставь при себе. Ну, с друзьями, конечно, так не надо говорить, но не надо, говорю, чтобы окружали. Вот у меня таких, считай, и нету. Кто вот мне что-то против, говорит, раньше были. Мне сейчас надо, я сам знаю, что мне надо делать. Получается, не получается, неважно. Мы идем, ну, у меня, правда, это, я тебе говорю, дело настроения. Ну, хорошо, если это настроение долго длится. У меня бывает такое, что мой какой-то проект может и надолго продлиться, пока мне, ну, не надоест. И, понимаешь, пока я в этом вижу какое-то развитие для себя, я это буду делать. И даже, когда это развитие кончится, но буду видеть, что людям это надо, я буду ради людей это делать. Вот. Так что желаю и тебе, и самому себе еще раз больше уверенности в себе. И всем артистам, всем, ребята, кто что-то делает, кто что-то начинает делать, все будет хорошо, если вы чувствуете, что это ваша судьба, это ваш путь. Вы должны идти по нему, несмотря ни на что. Вот. Такое вот нам всем пожелание. Да, я полностью могу с тобой согласиться. Вот. Единственное, я знаю, что, в принципе, если вы хотите быть каким-то творческим человеком, ну, это я могу сказать по себе, это нужно быть очень толстокожим. Ну, я знаю, что это может показаться странным, потому что, ну, как это творческий человек и толстокожий, ну, естественно, все они очень восприимчивы, ранимы, да, там, что-то покритиковал, все, человек паник, вот, но толстокожность, она играет главную роль в данном случае. Почему? Потому что многие захотят вас построить под себя, то есть, вам скажут, что, ну, посмотри, этот человек, то есть, вот у него, например, проект, да, или группа, посмотри, как он делает, да, тебе не нравится, но почему бы тебе так же не сделать? Он же деньги зарабатывает, например, да, он же популярен, но, люди же его слушают, то есть, люди вас по-любому попытаются подмять под себя, то есть, если вы, как бы, забываете, ради чего вы это делаете, и творчество, оно всегда делается именно ради себя, то, естественно, вы поникнете, ну, то есть, вы просто сгорите, потому что... От идей. Ну, не то, что от идей, скорее от того, что тебе просто больше ничего не захочется делать. Ну, и такое бывает, да. Ну, ладно, вернемся тогда к теме. это тоже глубокая тема, но мне нравится, как мы даже вот такое обсуждаем, вот проблематику конкретно творчества, просто это на самом деле касается и нашей вот основной темы, в общем-то. Почему? Вот давай сейчас перейдем к такому вопросу. Смотри, как ты вообще оцениваешь нынешнюю ситуацию, обстановку в шоу-бизнесе и какой она вот была, допустим, пять в белорусском шоу-бизнесе? Извините, а что, есть такой белорусский шоу-бизнес? А как это, подожди, можно назвать? А как это, подождите, белорусский шоу-бизнес? Да его нету вообще-то. Ну, ладно, как мы это тогда, чтобы это обсуждать? Ладно, пусть будет по умолчанию, да, белорусский шоу-бизнес. Как ты оцениваешь эту ситуацию, какой вот она была и есть сейчас, в плане, вот если сравнивать даже украинский шоу-бизнес, российский, то есть, где ключевое бизнес, где ты делаешь шоу, но ты на этом делаешь бизнес. Расскажи, как ты относишься к, прости господи, белорусскому шоу-бизнесу? Просто? Его нет? Да. Все. Я могу с уверенностью сказать, что белорусского шоу-бизнеса нет. Почему? Да, вопрос. Почему? Первый момент, опять же, это мое личное мнение, но белорусский шоу-бизнес, он должен быть на белорусском. Почему? Потому что вы можете посмотреть и можете назвать много белорусских проектов, тот же Би-2, или тот же ЛСП, да? Ну, это же стал, это приставку Бел надо убрать, это будет русский. Конечно. Мы знаем только, что Би-2, они из Белоруссии, Берег истины, потом ЛСП с Витебска, мега раскрученные в России, но мы только как бы знаем, что корни у них белорусские. Потом 5DS, знаешь, старая, ты слышал 5DS? Это старая витебская альтернативная группа, которая уехала в Москву, и они были одними из, ну, вообще ключевых игроков в альтернативной той сцене, когда вот Аматори было и прочее, 5DS из Витебска. Ну, но они все свалили, и они влились в русский шоу-бизнес. А почему так? Все понятно, потому что там хое-как этот бизнес хоть развит в Москве. Ну, не в этом даже проблема, а проблема в том, что просто языковая вот эта вот подоплека, она играет вот эту вот существенную роль, потому что, ну, поешь ты на русском, все, тебя будут воспринимать, то есть, как своего в России, то есть, соответствующие требования, то есть, знаешь, как в капитализме, хочешь зайти на какой-то рынок, да, соответственно, поешь ты на русском, будь готов, что ты будешь сравниваться именно с Россией, с российским шоу-бизнесом, то есть, ты будешь пытаться пробиться в первую очередь туда, и тебя будут воспринимать там как, то есть, как еще одну русскую группу, не как какого-то там выхода из Беларуси, который там молодец, всего добился сам, нет, там будут просто относиться вот именно вот так, как к своему. Ну, мы просто, да, с тобой об этом вот в эфире о морфин, говорили, ты это сказал, что язык, это тут ключевое, то есть, ты когда с нужным языком, допустим, ты поешь на английском, ты приезжаешь в Европу, и ты становишься частью того бизнеса, и, соответственно, на равных правах ты с ними соревнуешься, ну, конкурируешь уже, то есть, тебя они, ну, как бы считают уже за своего, вот, и ты уже часть того, вот, ну, шоу-бизнеса, неважно, с Беларуси ты там, с Украины, или откуда еще. Так смотри, хорошо, я знаю твое отношение вообще к белорусскому языку, ты вот стремишься тоже, чтобы у нас, ну, белорусский шоу-бизнес начинался, ну, тоже с белорусского языка, с культуры, чтобы была самобытность, чувствовалась, да? Ну, хотя бы в языке, потому что, я сейчас, извините, перебью, в чем еще проблема белорусского шоу-бизнеса в том, что он не уникален, это все копирка, ну, есть интересные проекты, вот, даже могу отметить те же цветы, мы с тобой обсуждали, да, что, ну, уже видно, что ребята стараются, то есть, уже какая-то уникальность даже прослеживается, ну, например, я сходу вам не назову каких-нибудь, там, исполнителей, и какие-то группы, которые будут на них похожи, это уже хорошо, но это единичный случай, то есть, посмотришь на остальные проекты, все, как будто ты уже где-то это и слышал, вот, и это основная проблема белорусского шоу-бизнеса, да и, кстати, и русского в том числе, почему, потому что, опять же, виднеется вот это вот западное влияние, то есть, как сказать, хорошо это или плохо, я думаю, что это, ну, и не хорошо, и не плохо, так скажем, что, оно, возможно, они какую-то планку задели, которую все пытаются достичь, но, про какую-то самообытность никто, как бы, и не задумывается. Влад, ты вот так вот это все описываешь, и у меня вообще такое рисуется очень печальное будущее белорусского, если он когда-либо будет, то есть, вообще, наверное, не будет шоу-бизнеса. Я сейчас вижу, что ничего хорошего нас, в принципе, ну, не ждет, если отталкиваться от, ну, твоих вот этих позиций, да, что нужно, ну, вот, по самобытности, что вот копируют, это все есть. Мы считаем, говорю, это как российский шоу-бизнес, ну, ладно, подожди, давай так, у нас вот были Ляпи Струбецкой, которые больше, вот, это не как Би-2 были, они играли их песни и на российском радио, они выступали в России, но они и тут были, это белорусская группа, это не как Би-2, которые переехали и ЛСП, то есть, ну, это их личные дела, мы ничего не будем критиковать, они могли бы, конечно, как Ляпи Струбецкой тут остаться, коллектив. Потом, кто у нас еще из таких? Ну, знаете, даже так вот и, подождите, ну, рэперов мы брать не будем, ну, всякие вот те же, смотри, вот Джей Морс, да, вроде нормальная, ну, мне пару песен нравится, у Джей Морс. уже больше тут, как и, может, слышал старая тоже группа Новый Иерусалим, такого родийного тоже формата, ну, такая там с христианскими текстами, такая группа, они крутились у нас тут по радио, по телевидению, но там особо не нужны были, то есть, как бы мне вот на мысль эту вернуться заново. Про уникальность? Вот смотри, если бы наша сцена развивалась в духе, вот, Ляписа Трубецкого, вот, продолжали бы группы, формировались, выступали, поддерживались бы они на, ну, не на государственном уровне, ладно, но у себя тут хотя бы вот так очень конкретно зарабатывали деньги, Ляпис, и почему я постоянно про него говорю, ну, не про него, а про группу, я не конкретно, ну, Михалок же там другими уже делами потом занялся, а когда еще был тут Ляпис Трубецкой, нормальный, они могли формировать вокруг себя, вот, уже этот бизнес, эту тусовку, какие-то, ну, не подражатели бы, появлялись, но, как-то, понимаешь, все, что я скажу сейчас, и на этом закончу, надо, чтобы сформировалось ядро, чтобы вот сейчас появилась какая-то вот группа, не сейчас, а через год, может быть, очень сильная белорусская группа, которых полюбят, в первую очередь, у нас, и полюбят не только на телевидении, и даже не надо на телевидении, чтобы любили, а на улице, на тиктоке, там, не знаю, на спутифай, нормальный, и они, вот, это может быть действительно спасение белорусской сцены, и бизнеса в том числе, они могут стать центром притяжения для других, каких-то малоизвестных начинающих групп, вообще понимаешь, о чем я говорю, вот, ты согласен со мной, что это тоже выход, формирование ядра, костика такого, отчасти могу с тобой согласиться, потому что группа группой, а ядро, оно, мне кажется, не составит, почему, потому что ядро создают, в основном, именно проекты, которые дают этим ребятам развиваться, что я имею ввиду под проектами, я имею ввиду какие-то концертные площадки, то есть, если ты не выступаешь, ты не будешь популярен, да, сейчас мне могут возразить, что есть же интернет, в интернете сейчас, как бы все и стараются продвигаться, да, и стараются что-то делать, да, и у многих это получается, но все равно факт в том, что выступления, они играют решающую роль в развитии музыки, и музыкальной индустрии в целом, потому что вам любой музыкант скажет, что в первую очередь эти не зарабатывают именно на выступлениях, а уже потом на стриминговых, вот этих сервисах, это, кстати, отдельная тема, во-вторых, слушателям будет проще вас воспринимать, если они вас будут видеть на сцене, ну, психология, ничего не скажешь, вот, кстати, еще одна проблема нашей сцены, да, в том, что у нас никто не старается делать выступления выступлениями, то есть, как обычно это происходит? Извини, еще раз, никто не старается делать выступления, шоу, выступления, действительно, да, именно вот выступать так, как, знаешь, как в театре, да, то есть, или как, ну, как действительно какой-то концерт, слушай, это, вот, выслушаю с удовольствием тебя сейчас, потом кое-что добавлю от себя, это очень хороший момент, хорошо, что ты его затронул. Что я имею в виду? Я имею в виду, что обычно концерт происходит как? Ну, как по моим восприятиям, никого не хочу обидеть, ты сам себя, как бы, не возвеличивай, наоборот, скорее. Вот, что я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что, когда я прихожу лично на концерты, на многие концерты, музыканты, во-первых, они не стараются быть уникальными, во-первых, нету какого-то образа вообще, то есть, мало того, что у музыкантов отсутствует какой-то свой уникальный стиль музыки, у них также отсутствует какой-то образ. То есть, образа нет, соответственно, нету какой-то вот этой вот, как она называется, третья стена, да? Не помнишь, да? Третья стена, да, я скажу просто, нет харизмы. Да не то, что даже харизмы нету, нету шоу. Да, но шоу начинается с харизмы. Чтобы сделать шоу, нужно... Нужно яйца, да? Нужно яйца. Нужна у фронтмена, либо вообще у коллектива, харизма чтоб была. То есть, это что-то может быть и природное, но особые артистические качества можно и развить при желании. И музыканту это надо делать. Ну, у каждого, знаешь, свой стиль, то есть, ну, что я имею в виду? Я имею в виду, что многие просто приходят и создается впечатление, что ты как будто вот собрался в кругу друзей. Да. Вылезли какие-то твои друзья, такие говорят, сейчас мы сбацаем. Ну. Они начинают играть, начинают с тобой переговариваться, ну как вам, здорово, классно, да, ууу, все, соответственно, знаешь, такой коннект рушится, то есть все, стена падает, люди чувствуют себя не как зрители, а как увлеченные. Хорошо это или плохо, я думаю, что каждый решит для себя сам. По мне, так это плохо. Почему? Потому что это и есть основная часть вот этой музыкальной индустрии. То есть, когда музыкант, да, он в первую очередь как театрал выступать должен, как по мне. Да, это выступление на сцене живое, это тоже искусство, не то, что даже тоже, это и есть искусство. И, знаете, когда вы приходите в музей, вот смотрите на картину, да, наслаждаетесь, вам не обязательно подходить ее там трогать либо что-то подрисовывать к ней. Вот как это ты объяснил, делается на концертах, когда с друзьями, а, слушай, нормально ты отыграл там, ну вот такое, давай, слушай, а можешь эту песню там сыграть? да, да. У тебя таким образом программа своя рушится, ну как ты выставил, ну выставил вот программу, какие песни должны когда у тебя там исполняться. ты приходишь в музей, ты смотришь на картину, и тебе этого, в общем-то, уже достаточно. Ну, ты это видишь. Еще, знаешь, что хочу добавить? И ты уже получил то, что надо. И то, что художник туда заложил, ну, ну вы поняли. Да, да, Что еще хочу добавить? Я заметил такую вещь, что у нас, в принципе, люди привыкли, что с ними, как бы, артист должен коммуницировать, то есть люди уже, как бы, разбалованы. Ну, как я могу сказать, что вот кто-то выступил, да, коннект не произошел, то есть там никто не коммуницировал, да, с аудиторией, никто не подходил после концерта, не спрашивал, ну как вам? Хотите поговорить там или еще? Этого нету, все, многие сразу начинают думать, что человек там, зазнавшийся, что какой-то сноб, что этого не должно быть, что, ну как это так, он даже не вышел с нами поговорить. Ну. Вы можете представить себе Мерлина Мэнсона после выступления, влазящего в толпу и разговаривающего с каждым по отдельности? Как вы думаете, что бы с ним было? Слушай, как это вообще? Это не то, что третья стена обрухнула, это, наверное, сразу и пятая какая-нибудь рухнула. Да, и таким образом к самому Мерлину Мэнсону, к его тайне пропал бы интерес, надо, чтобы была вот эта тайна, вот эта вот загадочность, вот эта действительно стена. Потому что, давай так вот, ну, вот Мерлин Мэнсона на улице там встретил, да, ну поздоровался там, ну вот так, к примеру, вот как фотку у тебя скидывал, Тиль, Саня Скрипников стилем, говорит, в Таллине случайно шел, ну и возле кафе там какого-то Тиль стоял, может, опохмелялся там утром, не знаю, видок у него тот еще был, на самом деле. Это просто человек. Но когда сцена, сцена есть сцена, там должна действительно вот такой занавес между зрителем выстраиваться и исполняющим, ну вот свое шоу, все должно идти по плану исполнителя, артиста, и никто не должен ему мешать в этом. И даже потом, когда ты говоришь, закончилось шоу и выйти, это самое, не надо, надо автограф-сессию просто устроить либо до представления, либо после. И все. гнитофон сейчас остановится, ну, не важно, не буду я лазить там, переключать пленку. Вот, то есть, сами люди уже разбалованы, сами люди требуют этого. То есть, ну, я слышал очень много таких вещей, на самом деле. Вот, я не говорю всем, что надо вот именно так делать, как я говорю, что там какую-то стену выстраивать, ни с кем не разговаривать, там не коммуницировать с публикой. Нет, у каждого свой стиль. Я просто заметил, что у многих есть такая фишка, что они чересчур стараются много разговаривать с аудиторией. То есть, какая-то пауза, у всех музыкантов наблюдается какое-то смятение, они не знают, что делать, там начинают что-то из себя выдавливать, это все выглядит очень странно, очень, ну, как, знаешь, испанский стыд чувствуешь за таких людей и понимаешь, что лучше бы ты вообще ничего не говорил. Ну, да. И вот опять же к вопросу о харизме. Если она у тебя есть, если ты умеешь с публикой разговаривать, если ты знаешь, как это делать, вообще вопросов нет. И это будет тоже часть представления. Конечно, конечно. То есть, возможно, у тебя стиль музыки такой, да, то есть... Общение. Да, общение. Состоянный контакт, как пусовка такая. Может, вообще ты какой-то панк, и тебе наоборот надо какой-то движение сдать. в публику там... Или, как это, Флаки, помнишь раньше, на лодке плавал? Ну, такое. Но, видишь, хотя бы там лодка была, они прямо ее потом растерзали бы, е-мое. Да. А проблема в том, что вот все массово стараются под гнетом аудитории с ней и же и общаться на концерте по поводу и без. И, соответственно, в этом возникает... Да, и действительно есть такая у нас проблема из-за того, наверное, что у нас маленькая страна. Как-то все... Ну, не все прям друг друга знают, но как-то вот думают, что... Все мы вот как бы люди... Есть у нас такое. Вот, как бы... Смотри, возьми какой-нибудь Нью-Йорк огромный, куча людей, и там вот действительно много кто друг друга не знает. И там, живя в Нью-Йорке, там... Один артист там другого даже знать не могут, потому что большой грот. И таким образом там и отношение такое, что ты идешь на шоу, и тебе там никто не должен ни целовать, ни обнимать. А у нас как-то вот люди хотят поближе, потеснее, потому что людей мало. И такая уже как бы психология, которую тоже надо исследовать, сформировалась, что мы хотим общаться очень, хотим, чтобы с нами пообщались. Но другое дело, да, когда у музыканта, у группы стиль такой, музыки, или ну вот харизмы, что это часть его тоже представления, общения. Но если музыкант со своим вот таким, ну, более закрытым, с такой тайной, а это надо, ну, не всегда, но надо такую как бы тайну удерживать. Это будет, кстати, наиболее, больше даже притягательно, то есть вот сходить на такого артиста, прикоснуться к этой тайне, не надо, чтобы он себя обнимал. То есть надо действительно, да, какую-то дистанцию соблюдать. И вот давай сейчас подведем итог. У нас эта проблема есть, что у нас люди, ну, требуют где-то большего общения, большего внимания к себе, большего внимания к себе. Из-за этого артист либо группа начинает растрачиваться. Конечно, то есть энергия уходит на общение с публикой. Он тратится. То есть не на выступление само, а на общение. То есть и это заметно, это видно, и это вызывает соответствующие ощущения. То есть если, да, подытожить, опять же, если это натурально делается, вообще без проблем. Но основная суть в том, что я хотел донести, что нету образности. То есть никто не старается какую-то образность делать, какие-то, знаешь, как-то разодеться прикольно, какие-то придумать костюмы. Ну, может, декорации, да, может, какие-то даже специальные какое-то шоу. я с тобой опять-таки на 100% согласен. Это огромная проблема вообще белорусской сцены, непосредственно сцены, вот, ну, сцены вот концертные даже, вот, куда ты приходишь на концерт. Я говорю, вижу, вот, кто у нас вот в Витебске выступает, там, в Минске, что-то вот такое. Просто пришли, отыграли, ну, спасибо, там, ушли. Ну, песни, да, хорошие. Но, слушайте, вот мы, когда раньше делали сами вечеринки разные, которые приглашали, там, и Никиту Маскейна, ну, с Гомеля приглашали, мы заморачивались, чтобы свет был особенный. Какой надо, мы там, ну, выставляли в нужных местах, чтобы загорался в нужное время, какой надо. Дым, кто что оденет. Ну, как кто себя будет вести на сцене, это уже не важно, там уже был у нас панка такого больше было, то есть творили, черт что, но декорации, это очень тоже важно, ну, и плюс одеться, вот, а если ты еще какую-то харизму там несешь, ну, что-то такое, так вообще круто, надо на этом заморачивать, чтобы это запоминалось, вот, не только там музыка и песни, но само шоу, чтобы было действительно шоу, чтобы тебе показывали, что-то, да. Опять же, напоминаю, что это все субъективщина, это исключительно наше мнение. Это не экспертное мнение, это просто какая-то наша личная наблюдательность. Да, ну, видишь, мы тут как бы сошлись, в общем-то, да, ну, да, я вот даже, ты знаешь, если бы ты эту тему не поднял образности, я бы даже это и не тронул бы, у меня там другие были заметки, на другой счет, кстати, там денег, потому что меня деньги интересуют, а потому что я хочу, чтобы белорусские артисты могли зарабатывать, чтобы они творили, зная, что они с голода не умрут. И перейдем непосредственно к еще одной проблеме, которая связана как со зрителями, так и с самими музыкантами. Это кавер-группы. Так. Это, я считаю, которых расплодилось. Это, я считаю, главная коррозия белорусской сцены, в принципе, потому что, ну, опять же, почему? Во-первых, я могу их понять, потому что это деньги, это всегда хорошие деньги. Это просто. Их часто ждут где-то. Да, это просто. То есть, тебе своего материала придумать не надо. Далее, соответственно, это имеет спрос, и люди сами требуют кавера. То есть, что имею в виду? Многие заведения, они даже делают какой-то больший фокус не на какие-то творческие проекты с уникальными произведениями, с уникальными песнями, а больше фокус и больше предпочтения дают именно кавер-группам. Это основная проблема. С одной стороны, можно понять, как, соответственно, и владельцев, да, потому что придет обыватель, там к нему... Им привычнее слушать и подпевать. Да, да, то есть, придет какой-то человек со своей музыкой, соответственно, людей это может смутить, да, но здесь и наблюдается главная проблема, это то, что заведения сами не воспитывают публику, чем и должны, собственно, заниматься заведения. То есть, заведения должны открывать какие-то таланты, ну, как по мне, опять же. Это возвращаясь, кстати, уже к обсужденной теме вот этого ядра, о котором я говорил. Вот ты тогда добавил, что надо, чтобы заведение создавало. Как знаешь, были разные британские легендарные клубы, там и в Нью-Йорке разные, которые были центром притяжения для и музыкантов, и для зрителей, для тусовки, и они воспитывали вкусы. Да, тот же там-там в Ленинграде, или тот же граффити. Ну, граффити, да. Ну, граффити, да, правильно. Совершенно верно. Вот. То есть, сами заведения должны воспитывать публику. То есть, никто больше этого делать не сможет. Да. Ну, смотри, у нас какие-то попытки были у Торвальда, прости господи, когда он еще был. Что-то там привозили кого-то, да? Да, остается одна и должна. Да. Что-то было. То есть, вот тебе пример. Торвальда не стало, что оставалось. Ну, Рокки оставалось. Ну, да, да. И то теперь его тоже уже нет. В Видипске, что у нас Тим, и остался Роуд 66, да? Что там, что там. Можем заметить, что очень редко кто-то будет выступать со своей музыкой. Кавер в основном, да. Кавер бэнда. Я к кавер бэндам отношусь плохо. Я понимаю вообще смысл их существования. Ну, зачем они? Они нужны действительно, потому что у кавер бэнда есть широкая аудитория. Это люди, которые хотят прийти в заведение, выпить, послушать уже знакомые песни в нормальном, более-менее нормальном исполнении. Где-то подпеть и просто приятно провести время, не слишком сосредотачиваясь на фигуре на сцене. Поддержу. Скажу, что у меня тоже в основном негативное отношение к кавер бэндам. Во-первых, почему? Первое, это то, что мне кажется, что они просто полностью занимаются воровством. То есть, никто из них... Ну, что такое вообще в принципе кавер, ты же знаешь, да? То есть, это когда какие-то исполнители берут и полностью как-то стараются сделать уникальную песню, как-то ее перепеть по-особенному, что-то туда добавить, что-то убрать. Это целый он. У Металлики есть Garage Incorporated, двухдисковый сборник каверов Металлика, которые сделали на разные группы свои, абсолютно не похожие. Да, да. В своем стиле кавер. Вот это кавер. Или вот, знаешь, самый классный пример, который я лично всегда привожу, это вот как Рамштайн перепели этот стрипт. Депешмот, да. То есть, это пример вот кавера, как он должен быть. Да. Так это и есть кавер. А то, чем занимаются в основном у нас, ну и вообще так называемые кавер-бенды, это просто ресторанная какая-то группа, которая поет ну, какие-то песни там известные. но это не кавер, это искажение вообще, понимание кавера. Да. Ну, то есть, с одной стороны, я понимаю, что у каждого заведения должны быть какие-то люди, да, которые могут и такое сыграть, да, без проблем. Но когда это превращается, извините меня, в группу, когда возле этой группы начинается какой-то культ, люди их начинают обожать, превозносить, мне становится лично смешно, потому что это все равно, что, не знаю, я считаю таких людей ворами, почему, то есть, потому что это банальное воровство, то есть, ты туда ничего не привносишь, на чужом... Пляске, иногда на костях, понимаешь, на чужом... Делаешь, соответственно, себе же имя, да, при этом никак не развиваясь, то есть, я что имею в виду подразвитивом, они, многие кавер-группы, просто не делают своего материала в принципе и из принципа, потому что, ну, зачем, то есть, все работает, да, да, то есть, там нравится людям какая-нибудь там песня, да, давай ее сыграем, бабки получим, поделим, все, все отлично, зачем людям стараться что-то делать, то есть, это основная проблема именно наших заведений, то есть, то, что заведения погрязли, погрязли в каверах и не дают дорогу каким-то интересным новым проектам. Смотри, Влад, вот, меня вот, вот твой монолог навел на определенную вот мысль, может быть, это проблема не заведений, а проблема современной, вообще, духа времени, когда есть интернет, когда ты, ну, сейчас же ты знаешь, такой информационный шум, что ты можешь любое в интернете послушать, найти, то есть, мозги перегружены. Раньше, вот, когда, вот, золотые времена, вот, разных клубов, там, выступления, даже в том же граффити в Минске, тогда с получением информации были проблемы. Понятно, что, допустим, выступление на сцене группы и прослушивание его в МП3 это разные вещи, то есть, если ты любишь группу, ты скорее, ну, пойдешь на концерт. Но из-за того, что сейчас мозги вот этим перегружены, то есть, может быть такое, что у людей нету спроса на что-то такое новое, даже, ну, выступление где-то там. У них и так, ну, типа, они получили, там, дневной заряд какого-то, ну, информационного, какого-то кайфа медийного там, и им, если куда-то сходить, то они скорее будут обращать внимание на качество приготовленного коктейля, а не на то, что там происходит на сцене. Пусть поет какой-то кавер, я расслаблюсь, а любимую группу, там, я послушаю дома, ну, либо что-то новое, экспериментальное, там, найду. Может быть, как ты считаешь, может быть, просто клубы понимают, что на вот такие выступления каких-то новых ребят, ну, пропал спрос, вот, и поэтому так. И здесь мы переходим плавно к следующей проблеме. Ну, прокомментируй, пожалуйста. да, я сейчас прокомментирую. Это проблема культуры в Беларуси, в принципе, то есть, культуры белорусской, опять же, нет. То есть, она же, знаешь, как работает. В детстве это был телевизор, сейчас это интернет, да, что там крутится, как ты правильно сказал, да, какие-то постоянно какие-то известные группы там, в основном западные, да, или российские, какие-то исполнители. Соответственно, люди слушают их, что-то свое, никто к этому не приучает, понимаешь? От этого, ну, в моем понимании в этом и есть основная проблема. То, что нет популяризации белорусской культуры в принципе нигде. Спорьте со мной или не спорьте, но я как бы вижу результат. Я помню, у меня был такой период, когда я нашел Санксатову. Это когда я целенаправленно искал какие-нибудь интересные белорусские группы, какие-то уникальные, вот. И с чем я столкнулся, это с тем, что нашел только Санксатову. Все. Вот и, собственно, делайте выводы. Сами. Как говорится. Вот смотри, вот мы про шведов, помнишь, недавно с тобой по телефону говорили, вот Швеция. Швеция страна с населением, как в Беларуси, там, ну, где-то 9-10 миллионов человек, вот так вот, население. Но не будем сейчас разглагольствовать про шведскую музыку и сцену. Все мы прекрасно знаем, как себя чувствует Швеция в плане, вот вообще во всем мире, как, ну, довольно музыкальная страна, трудно сказать, что они какую-то привносят свою какую-то, ну, они что-то привносят, ну, какой-то культурный, какой-то, ну, чаще шведское что-то, ну, чувствуется, да, оно более нордическое, это такая северная более музыка. Может, этим, ну, как бы, это и есть их фишка такая. Не вся. Ну, не вся, да. Ну, каких-нибудь вот из старых, шведов, там, возьми, Ace of Bass, может, слышал, или из поп-музыки, да, Абба, та же шведская. Ну, ты знаешь, вот даже в Ace of Bass уже слышен этот стиль шведский. Такой более холодный, более, ну, и холодный, но там это страсть есть такого северного человека. Такая, ну, как бы, скрываемая, но очень там внутри, там, понимаешь, все горит. Вот такое вот. И как-то вот Швеция умудрилась, страна, которая, даже, ну, если посмотреть на карте, она к нам близко. Ну, севернее только там, ну, они такие крутые. Так возьми, ладно, Норвегия в музыке более слабая. Более слабая, ну, не спорь даже. Есть там коллективы, есть, но их куда меньше в процентном отношении, чем шведских, крутых, всемирно известных коллективов. В метале норвежцы сильны, но если посчитать, сколько крутых групп шведских, металевых и норвежских, там или будет 50 на 50, или Швеция выиграет. Финны, ну, что мы про финнов знаем, Хим, кто там еще из финнов крутые, вот всемирные, ну, Хим же знаешь, Велевалу там, ну, кто еще из финнов есть, ну, из металевых там есть. А вот это, апокалиптика, это тоже Финны, или это Эстонс? Это, нет, это точно, это по-моему Финны, Финны, да. Я тоже помню, что либо Финны, либо Эстонс. Не-не-не, Финны, Финны. Ну, они опять же, ковера, но зато какие-то. Но у них свое подача, свой стиль, и они на этом, кстати, тогда стрельнули неплохо. Да. Правда, они стрельнули, и как-то к ним и потом интерес пропал, на самом деле, быстро, но это они нашумели тогда. Ну, у них есть собственные композиции, может, что-то есть, да. Очень достойные, так сказать. Да. И жалко, что как-то не пошли вот этой дорогой. Вот, и вот, смотри, вот, ладно, Украина. Вот в Украине по сравнению с Белоруссией куда более развит шоу-бизнес. Может, даже по сравнению с Россией? Да, да. Ну, почему так? Ладно, конечно, украинцы, это талантливые тоже люди, все замечательно. Но их просто много, там, еще до СВО, там было около 50 миллионов, ну, населения, там, больше, чем в Польше. Страна большая, ну, они там демократию эту развивали, то есть, ну, определенная у них гласность, артисты могли, о чем хотели, петь, говорить, все это заработало, котел этот, короче, начал кипеть, деньги пошли, все круто, население большое. У нас, во-первых, ну, маленькое население, ну, небольшой день. Так в Швеции тоже. Так в чем тогда у нас проблема, я не понимаю? Почему шведы могут уже давно, а мы не можем? Что это на плане, ну, на уровне каком-то политическом идет какое-то, может быть, влияние на культуру, что это, безусловно, тоже есть? Ну, мы не можем сказать, что у нас там, ну, мы в авторитарной живем стране, и, ну, все нормально, как бы, живем. Но на культуру влияние... Нету. И опять же, почему? Ну. То есть, почему в Украине, например, стрельнул, да, вот этот шоу-бизнес? Я, например, даже из детства помню, что все крутые мультики какое-то время шли в основном именно на украинских каналах. Ну. Все. То есть, там, как тебе сказать, не то, что... Нет, дело, на самом деле, дело не в то, что в классности, а дело именно в распространении собственных проектов, собственной культуры. То есть, у них что-то появляется, да, им, как бы, для них это не проблема поставить на тот же телек, да, делать какие-нибудь там конкурсы постоянно, какие-нибудь проекты. там сейчас куча конкурсов. То есть, там возможности раскрыть себя гораздо больше, чем даже в России. Ну, про нас уже это же не стоит говорить. У нас только пытаются какие-то делать подобия, там тоже шоу-голос, какие-то подобия. Ну, вот сравни. Ну, у нас был какой-то в Белорусске попытка какого-то вот шоу, такого как «Голос украинский», но это вообще такая франшиза всемирная, там в каждой развитой стране какое-то такое шоу типа «Талантов голос» есть. Вот. Но у нас вот была попытка, но я думаю, туда как попадали. Это друзья кого-то там, что-то через это, вот как-то вот так. Ну, может кто-то, да, вот, ну, мы с Владом из личного опыта знаем, вот, ну, Сашу Балагана, да, он, ну, на Евровидение пытался выйти, ну, ты же знаешь. Топ. Он с чернокожим парнем. А. Ты видел это выступление? Он, короче, парень чернокожий, ну, наверное, студент, пел на английском, а Саша Балаган музыку сочинил, но он с ним типа и выступал. И они поехали в Минск на отбор на Евровидение и выступали и по телевизору показывали, когда вот шел отбор, показывали, Саша и на телек попал-то, да, вместе с этим парнем. Вот. То есть, можно даже, как бы, ну, так скажем, из низов, да, как-то выйти. Ну, а куда у нас выйдешь, кроме того же вот конкурса, ну, к Евровидению? Почему нету других? Да. Ну. Но даже на местном уровне, то есть никто, никакое заведение, там, даже никакой-то конкурс не сделает. Да. Ну, просто какой-то символический даже, знаешь. Так, слушай, мы вот, смотри, обсуждаем, тут проблема на проблеме просто. Вот, по всем фронтам, начиная от проблем самих артистов, которые не могут там придумать шоу и красиво выступить театрально, потом дальше у нас идут, это самое, все остальное, короче, вот до чего мы сейчас дошли, или что, и государство тоже как-то, ну, это самое, не шевелится в этом плане. И здесь мы переходим, как на мой взгляд, к основной проблеме белорусской сцены, это ее политизированность. В чем проблема? Все знают, не, нет, не в этом проблема. Я не в прямом, вот, в этом смысле, или, ну, давай, продолжайте, послушайте. проблема не в этом, проблема в том, что все знают НРМ, да, все знают Лявона Ольского, тот же Ляпи Струбецкой, да, с Михалком, почему их запрещают? Все знают, да, то есть, и многие музыканты, тот же низкий, да, куда они уходят по итогу, они уходят в политику, то есть, судить их можно за это или нет, это, мне кажется, дело личное, то есть, я не буду высказывать какое-то свое личное мнение касательно, правильно ли это, или неправильно, на мой взгляд, моя позиция следующая, как только музыкант или деятель культуры начинает говорить о политике, культура заканчивается, начинается политика. Ну, как ты вот в предыдущем нашем совместном выпуске заметил, что это что-то вроде ржавчины, такой, которая начинает там разъедать, и было просто вот то, что было до того, как ты в политику влез, и потом твоя группа и твой проект после, который будет конкретно всегда, когда ты будешь где-то упоминаться, они будут говорить, а, это он этот, либо из-за позиции, либо это ихний, то есть уже отношение тоже такое формируется, и уже ты видишь не часть культуры, а часть какой-то политической программы с той или другой стороны, то есть культура там заканчивается. Да? Да. А здесь еще, ну, на самом деле, здесь есть ряд проблем. Что-то я такой эмоциональный сегодня, но... Это я просто такие темы поднимаю, такие хорошие. Ну, без этого никуда. Собственно, по поводу политизированности. В чем проблема? Проблема заключается не только в отмене концертов, хотя это и основная проблема, то есть гайки закручиваются, почему? Ну, благодаря, собственно, вот таким вот деятелям, то есть, музыканты, которые просто хотят выступать, которые просто хотят делиться своим творчеством, они сталкиваются с этой проблемой. Мне кажется, именно благодаря вот этим людям, которые пытаются протащить свою позицию, ну, в своем творчестве, в своих выступлениях. И они дискредитируют просто как будто всех таким... Знаешь, не то, что дискредитируют, а просто, как вам сказать, государство, это такой, ну, это такая дубина, которая, если начнешь махать, она, как сказать... Пошибает. Пошибает все на свете, то есть... Как говорят, лес рубит, щепки летят. Да, да. И, естественно, мы видим результаты. То есть, политизированность белорусской сцены, она, на мой личный взгляд, она больше, чем в России, возможно, даже больше, чем в Украине была, и, соответственно, можете видеть... Ну, я даже личные случаи знаю людей, которые не могут каких-то исполнителей белорусских слушать, если они не высказывали какую-то вот оппозиционную позицию. Понимаешь? То есть, они высказывали вот эту оппозиционность. Или, с другой стороны, кто-то не будет слушать вот такого-то, потому что он много высказывал. Чего его будут слушать? Он вот из этих там не наших. Как результат, то есть, как само общество начинает быть таким... Вот про любят шутить, да, про бабок всяких в обкомах, да, сидящих, запрещающих все. На самом деле, само общество сегодня это такая огромная бабка из обкома, которая тоже придирается к высказываниям людей, которые занимаются творчеством. Не высказался там, например, в поддержку чего-то или против чего-то. Все. Как тебя можно слушать? Ты вообще-то, ну, чуть ли не человек. Ну, или бывает, да, вот ты говоришь, если там не высказал что-то, и вот в разных тоже инстаграмах вот этих, и потом в СМИ там кто-то, вот он до сих пор не высказался по поводу там какой-то ситуации. Это и на спортсменов тоже гонят. Ну, когда вот у нас 20-й год был, помнишь, да? Не будем в подробности влазить, что человек даже, когда промолчал и не хочет в это никак влазить, его уже причисляют в какой-то стране. Слушайте, вот я не хотел это говорить, но я скажу, это попахивает фашизмом каким-то. Вот такая демократия, извините, конечно. Собственно, что еще по этому поводу? Я так сказать, вы можете обратить внимание на творчество всяких известных рок-исполнителей белорусских. О чем они поют? Ну, процентов, наверное, 70. Ну, естественно, политики. Как результат такого воздействия? Естественно, эхо разносится повсюду, да? Соответственно, многие начинают перенимать эти тренды, да? И виден запрос также аудитории. То есть, если ты, например, там выступаешь оппозиционно, да, ты быстрее раскрутишься. То есть, тебя подходит... Ты прогрессивный. Ты прогрессивный, да, тебя сразу подхватит, соответственно. А тебе обязательно напишут какую-нибудь колонку, там, не знаю, на каких запрещенных сайтах, да, на каких-то запрещенных изданиях. соответственно, сами люди будут распространять про тебя информацию. Ну, ты посмотри, он же высказался, то есть, у него яйца есть. Да, да, да. Вот. Только единственное, что, в чем проблема, на мой взгляд, это в том, что эти люди, на самом деле, как с политической точки зрения, так и социальной, они лучше никому не делают, наоборот, становятся только хуже. И себе тоже. И благодаря именно их же действиям, на мой взгляд, отличный, то есть, я никого не хочу не обвинить, но я просто слежу за ситуацией, и я вижу, что, как бы, к чему это нас приводит. Во-первых, это привело к тому, что сейчас нельзя выступить. Да. Без согласования. Разрешений, без гастрольки, без всех этих, да, разрешений. Сколько уже было случаев, мне вот рассказывали, как это происходит, приезжает просто милиция, там, или ОМОН. Я помню, говорю, времена, когда просто ну, нелегальную тусовку, ну, такую, без всяких разрешебезней, как нечего делать, собирали, и бывало только милиция приходила, либо говорили, ну, так проверить, посмотреть, ну, и потом уходили. Или, если мы где-то делали, ну, это уже как бы не сильно концертная деятельность, а просто тусовку диджейскую, ну, где-нибудь на коттедже, приезжали, говорили, сделайте тише, ничего, никого не разгоняли. Сейчас любое, любое вот такое шоу, какой-то концерт, должна быть гастролька и все сопутствующие документы. Кому мы за это скажем спасибо? Конечно, ну, это сделала власть, но власть просто так ничего не делает, всего есть причины. Влад уже сказал, что вот эта вот политизированность определенная, она только мешает артистам, которые про это не поют и не хотят вообще петь, которые проют про любовь, там, про... Ну, я, в принципе, могу сказать свое мнение, да, что это бесполезно, то есть, если вы поете там по политике, ну, во-первых, я могу сказать личное мнение, да, что вы готовы нести ответственность, если, например, сегодня вы поддерживаете то или иное движение, а завтра оно будет создавать концентрационные лагеря. Да. Вы не можете этого даже знать сегодня, например, но завтра может быть то движение, которое вы поддерживаете, оно может обернуться даже и против вас. Да. Или, как я говорил... Или вот самый классный пример, тот же Дельфин. Да. Вы можете послушать его интервью и как он сожалеет о том, что когда они поддерживали Ельцину, да, в этой программе голосуили, ты проиграешь. Да и, в принципе, не только его. Но. Многие музыканты до сих пор ходят с этим клеймом. То есть, ну вот, посмотрите, есть достаточно яркие примеры. И, собственно, мы видим результат. То же самое я говорил, это вот как раз-таки в выпуске с анбоксингом пластинки Дельфина, где я много жаловался на политизированность сцены музыки. Я спрашивал у музыкантов, кто там из вас кого-либо куда-то своими песнями призывает. Тоже, вы готовы нести ответственность за то, что человек послушает твои песни, пойдет куда-то, ему там расшибут голову или еще что-то не дай бог случится из-за того, что это, конечно, это его личное дело, его никто там не тянет, но триггером стало, что тоже, вот как ты сказал, ответственность за режим, какой ты поддерживаешь, что этот режим будет творить. И второе, лично вот просто за слушателей, которых ты своих фанатов на что-то можешь призывать. Поэтому я сейчас свой личный подведу короткий итог. В музыке никакой от политики правой или левой музыка может только едва слышно между строк, едва уловимо, как это умел делать Виктор Цой говорить о чем-то. Но вот как-то прямо и потом в интервью любят. Музыкант может петь про любовь, а в интервью что-то говорить и призывать. Поменьше этого и все будет хорошо. Передаю тебе слово. Естественно, полностью согласен с высказанным. То есть вообще сама по себе культура это самый мощный инструмент воздействия на общество, потому что как бы вы не утверждали, но именно общество оно влияет по итогу на политику. То есть взращивая общество вы естественно увидите свои плоды уже на поздних этапах. Да. Ничего просто так никакие политические решения государственные просто так не принимаются. Они идут от низа. Если происходит наоборот, такая власть она не удержится просто. То есть какой запрос идет снизу и что происходит там, на этом принимаются решения. Продолжай. Вот. Собственно, да, вот как ты говоришь, между строк, то есть какие-то вкладывать метафоричные какие-то знаешь, посыл при помощи метафор и какие-то переживания, то есть это все можно делать и без прямых каких-то призывов. ну, то есть как сказать, это может, конечно, нас, в принципе, наверное, после этого выпуска там будут кремить, знаешь, будут смеяться, говорить, ну, вы там вообще с циклом, вы там вообще высказываться, значит, не хотите, значит, вы вообще провластны. Я могу так сказать, что этим людям эта позиция детская, почему, потому что, ну, а что вы по итогу сделали? Давайте посмотрим на результаты такого подхода. Культуры нет, политики тоже нет, соответственно, общество расколото, и, как следствие, у нас люди, ну, у нас вообще, в принципе, Беларусь можно представить в виде, знаешь, белобрысой женщины, у которой раздвоение личности. Интересно. Которая, знаешь, то есть сегодня она прорусская, завтра она там проевропейская, все. И общество на самом деле таким вот в результате этого, оно больно, то есть оно не едино. Конечно, у нас вообще, у меня давно информация была, мы, Беларусь входит вот в какой-то топ стран с повышенным риском сепаратизма вообще, потому что у нас расколото общество. Но мы сейчас про это не будем говорить, и не буду я, как бы, ругаться, критиковать на людей, которые в свое время поверили во что-то. Я говорю, я даже человек, который, в принципе, никакой политикой заниматься не хочет, потому что разное пережил на этот счет, то есть увлекался давно этим, мне просто надоело, я понял, какое-то грязное дело, где обман на обмане, просто ложь на лжи, где людей обманывают, и понимаешь, кто-то вот в этом неопытный что-то, доверчивые люди, поверили что-то, начали это, сейчас кто-то там, ну, об этом сожалеет, кто-то про это просто уже говорить не хочет, потому что стыдно ему за что-то, хочет забыть поскорее что-то, все нормально, все успокоилось, просто мой призыв, всегда надо все свои поступки и слова взвешивать максимально, что, зачем я делаю, какая с этого будет польза лично для меня, для моей семьи, для моих друзей, не для какого-то фантастического там идеала, да, который, как духи приятные вокруг, когда ты в это веришь, да, а по факту, вот, что будет лучше, всегда надо взвешивать, мы тут, мы, говорю, просто, это, это, ну, мой такой призыв, я не хочу просто сейчас много говорить слов, видите, вот, хочется что-то сказать, а думаю, нет, это будет лишним, вот так вот, ну, Владислав, в такое время живем, да, что-нибудь скажешь, и люди тебя не так поймут, там я уже видел один в комментарии к Дельфину высказался, что не будешь заниматься политикой, политика займется тобой, это уже заезженное выражение такое, на самом деле, или, если ты не интересуешься политикой, политика интересуется тобой, ну, просто интересуется, ну, ради бога, ну, я могу так сказать, что в любом случае так ничего не поменяешь, если хотите узнать, как поменять, ну, почитайте, ни к чему не призывай, опять же, но почитайте, нет, да, тоже того же Ленина, то есть читайте труды Ленина, читайте, как это все действительно было, как это все готовилось, и делайте выводы. Ребята, кто хочет почитать Ленина, у меня на балконе стоит полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, Сталина пять книг стоит, ну, еще, но это пока никому давать не буду, Карл Маркс, Капитал, первый том, критика политической экономики, вот, вот такое, да, мы не призываем, просто вот так, вот между строк, в общем-то, там просто, да, база. Ну, просто это самый такой, как-то сказать, подробный экскурс, как оно действительно на самом деле происходит, и что для этого требуется, вот, но, опять же, без всяких призывов, я это к чему говорю, к тому, что, вот, например, возвращаясь к теме белорусской культуры, то есть, да, ее очень сильно политизировали, настолько, я бы даже сказал, что процентов на 90, вот, и яркий пример, да, вот, когда вот были протесты в 20-м году, да, ну, я могу понять многих, потому что это действительно многие, мне кажется, сделали именно на эмоциях, знаешь, то есть, ты это все видишь, у тебя, естественно, там руки трясутся, подробности, да, то есть, и люди начинают, соответственно, высказываться тем или иным образом, в результате их могут там запрещать, да, или наоборот, там подержать, вот, разные ситуации бывали, вот, но, тем не менее, это культуру не развивает никак, в принципе, мое мнение. Да, и государство, благодаря вот такому шуму всему вот этому, ну, что вот было там, становится более внимательным и параноидальным, там, где даже политикой не пахнет, государство, ну, уже тоже на эмоциях, испытав такой шок, может там что-то видеть, ну, это проблема, конечно, государства, но вот так, вот, к чему идет, ну, ведет вот эта вот вся политика, этот политический шум вот в музыке, там, в кино, хотя в кино, вот, заметь, не так этого, ну, вот много как-то, ну, если... очень талантливый человек на самом деле, очень классные произведения есть, но большинство композиций, которые делают сегодня, просто политика, 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 то есть, ну, а что слушать, то есть, а что обычному человеку, который хочет познать какое-то прекрасное? Вот итог этого, белорусская музыка, вот эта вот известная белорусская музыка, вот эти отцы рок-сцены типа белорусской, это все люди в политике, вот, наверное, ни в одной стране такого нету, только может там в какой-нибудь Югославии, там, во времена, там, войны в Сербии, там, какие-то кто там за Сербию пел, поддерживал, ну, и типа, ну, вы понимаете, да, кризисная ситуация, и мы вот в таком тоже кризисе находимся, что самые известные белорусские исполнители, музыканты, это замешаны в этом деле, хватит, пора от этого избавляться, Влад, короче, как ты думаешь, есть все-таки свет в конце туннеля, или, ну, вот свет в нас, да, как в творческих людях, конечно же, ну, это такой безли... Ну, ладно, мы тут себя не это самое, ну, просто, да, свет, мы несем свет каким-то своим творчеством, но надо, чтобы какой-то забрежал свет выхода, в конце туннеля выхода из этой ситуации, которая тянется уже десятилетиями, отсутствие, как такового шоу-бизнеса в Беларуси, отсутствие нормальной сцены, что мы, вот что мы с тобой можем сделать? Мы уже еще что-то делаем, что говорим хотя бы об этом, поднимаем проблему. Есть ли выход из этого? Выход всегда есть, то есть, на самом деле, мы только что обозначили... Ориентиры. Не то что ориентиры, мы скорее обозначили с тобой именно всякие болезни, которые есть у пациента, да. А теперь надо как-то предложить какое-то лечение, да. Ну, во-первых, мне кажется, что первое, что должно быть сделано, это полная переориентация людей творчества именно на внутренний рынок, то есть, мы говорили даже про Санксатову, да, что они пели на английском, почему? Потому что хотели выступать там, не здесь. и, соответственно, вот результат. То есть, полная переориентация на белорусский рынок, да, второй момент, это поиск какой-то своей уникальности, потому что возьмите тех же украинцев, у них очень много уникальных проектов. Или даже в России, там, возьмите тот же Short Paris, вообще уникальное явление. Сегодня слушаю. А у нас? Ну вот. А у нас как-то вот все вот так вот не развивается. Далее, что... Ну, говори, говори, слушаю. Далее, что можно сделать, это, опять же, вопрос к заведениям. Большой вопрос. Да, большой вопрос. И, собственно, к организаторам. То есть, готовы ли они какие-то свои личные принципы, какие-то свои личные недомолвки между собой, да, отбросить, дабы настроить действительно какой-то коннект между собой, да, создать какую-то такую единую систему по даже концертной деятельности, да, чтобы организовывать концерты не только в Минске, не только у нас, в Идебске, да, но и в других городах. То есть, помогать друг другу, обмениваться между собой информацией, и выстраивать таким образом белорусскую сцену. Потому что, ну, без каких-то организаторов белорусской сцены не будет. Ее создают не музыканты, ее создают именно люди, которые организуют это все. И, что еще следует отметить? Это то, что, ну, вопрос языка, да, но вопрос языка, я бы так сказал, что это не проблема, знаешь, то есть, с одной стороны, да, белорусская сцена, она белорусская, когда ты поешь на белорусском, в моем понимании, да, то есть, ну, это восприятие. Но, с другой стороны, мы живем в двуязычном государстве, вот, и, соответственно, мне кажется, что каждый имеет право петь на том языке, который ему нравится, да, но если вы хотите развивать именно белорусскую культуру, то помните, что она начинается там, где начинается мова. К сожалению, или к счастью, но это так. Ну, это факт. Да. Вот. И, собственно, может быть, ты что-то хочешь добавить? Напоследок, я скажу одно. Просто у меня есть пожелание и тебе, Влад, и всем нашим ребятам, кто там делает группу, кто играет в группе, придумывает песни хорошие, да неважно, на каком языке. Ребята, я вам просто желаю уверенности в себе, ничего не бойтесь, добивайтесь своей вот этой славы, которую вы хотите, чтобы вас слышали всеми путями, ходите по этим клубам сами, по этим заведениям, просите, мы хотим выступить, сами будьте тоже настойчивее, не стесняйтесь, вы должны нести свой свет миру, не ждите, что вам кто-то там что-то будет, тем более, если вы там малоизвестные какие-то, не стесняйтесь, добивайтесь всего сами, а потом придет время, когда уже вас будут добиваться, и я желаю это вообще всем творческим людям, вот такого, потому что все-таки с людей начинается вообще все, не будет музыканта, не будет и клуба этого, ну, либо там пить только, ну, либо что-то, а музыкант может и на улице спеть, сыграть, либо собрать в квартире друзей и спеть друзьям, вот, старайтесь, ребята, будьте в себе уверены, то говорят, вот белорусы такие, тоже, может быть, это одна из проблем, почему так, белорусы скромные, про это любят вообще поговорить, там, и в России, какие мы там какие-то померконы, там, что-то еще, ну, конечно, столько пережили всего, не будешь тут таким, ребята, будьте в себе уверенными, старайтесь, все у нас будет хорошо, будем вместе, заявляйте себе, и, дай бог, чтобы, да, у нас тут, из-за того, что, говорю, концертов никаких не будет, тут, в ближайшей, в дальней перспективе, никто к нам приезжать не будет, как-то должно у нас, ну, что-то свое формироваться, и это сделаете только вы, а мы вам поможем, ну, вернее, я, вот такое пожелание. Да, присоединяюсь к вышесказанному, и могу сказать еще следующее, что не стесняйтесь друг друга поддерживать, потому что эта сфера, которая без, где без поддержки, мало чего выйдет, на самом деле, поддержка, что я имею в виду под поддержкой, да, разного рода поддержка, даже те же репосты какие-то, или те же публикации, да, доброе слово просто. Доброе слово о ком-то, кто вам нравится, то есть сказать, это не стыдно, это никак вас не принижает, наоборот, должна быть какая-то человечность, да, потому что именно на основе человечности мы как бы и можем построить такое, белорусскую сцену, в принципе, мне кажется, вот, и... Золотые слова. И самое главное, помните, что главная наша проблема белорусской сцены, это политика, вот. Да бог с ней, ладно, это одна из проблем, действительно, но я бы не сказал, что это прям самое вот... Ну да. Просто сейчас это влияет, это как какая-то опухоль, да, которая вот гноится, да, это есть такое, но понимаешь, еще до того, как политика это все тут была, когда еще НРМ у нас выступали, и Ляпи Струбецкой, все это было, и кое-где они там эти даже затрагивали темы, и власть закрывала глаза на это, все равно у нас какая-то коренная проблема, что мы не можем построить шоу-бизнес из-за чего-то. Вот мы сегодня наговорили, и вот где-то, может быть, вот правда тут и кроется, вот в том, что мы наговорили, вот надо провести, будет вообще анализ. Мы, наверное, вообще сегодня все вообще сказали, все проблемы действительно, я думаю, очень удачно мы, не знаю, насколько получилось интересно, но думаю, интересно вышло, но мне самому очень понравилось, как мы этот вопрос обсудили, действительно глубоко. Спасибо тебе, Влад, большое. Если ты хотел что-то еще. Да. Ну, мы же уже коллеги тут в этом шоу, поэтому взаимная благодарность. Если ты хочешь что-то еще добавить, говори, ну и будем заканчивать. Да, собственно, что-то добавить, слушать хорошую музыку, поддерживать местных исполнителей, которые вам действительно нравятся, не забывайте как-то поддерживать их и рублем на концертах, вот. И помните, что общество начинается с каждого. Да. Надо начинать с себя. А на этом, друзья, прощаемся, желаю вам, как обычно, доброго дня, доброго вечера, но если смотрите перед сном, включите какую-нибудь хорошую белорусскую песню, ну или каких-нибудь своих друзей, там, кто музыку пишет, что-нибудь такое, послушайте, и чтобы вам приснилось что-то очень хорошее. И вы стали с прекрасным настроением и с верой, что и в Беларуси будут свои артисты, будет и музыка, будет и кино, и все прочее, что мы тоже нация, государство, народ, и, ну, действительно, из себя представляем, ну, короче, народ. Да, да. Все. И на этом, друзья, пока, до новых встреч. Увидимся, наверное, уже на этой или в начале следующей недели. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok